Всем привет! Сегодня у меня будет такое сборное видео, можно сказать, влоговое, о каких-то покупочках, подарочках. Что-то я купила в интернет-магазине, что-то я сама купила у нас здесь в магазинах. И если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Подарили мне вот такой блеск для губ L'Oreal фирма Glam Shime. В одиннадцатом номере он. Сейчас покажу, как он смотрится на сводчике. Красивый бежево-коричневый цвет. Нравится мне, как он выглядит на губах. Очень здорово. Он красиво блестит, переливается и создает глянцевый эффект. Нравится мне он, как смотрится. А что мне не нравится в нем, так это запах. Ну, лично мне он не очень подходит и не очень устраивает. И еще для меня он как-то создает липкость, тяжесть на губах. Вот мне не очень этот момент нравится. Но как выглядит, то, конечно, никаких претензий. Подарили соль для ванны. Фирма Элит. Соль для ванны с пеной. Ромашка. Нежно очищает кожу. Улучшает кровообращение. Укрепляет иммунитет. Успокаивает нервную систему. Снимает стресс, напряжение. 500 грамм вот этой банки хватает на 4-5 применений. Сказано, что по 100-150 миллиграмм нужно использовать. На ванну крупная соль. Вот так вот она выглядит. Что мне понравилось, очень приятный запах. Я не ожидала, что ромашка может такой приятный запах иметь. Очень-очень приятный. Еще хотела показать вот такие кухонные весы. Я часто при готовке пользуюсь весами. У меня до этого были, но они сломались, к сожалению. Мне подарили вот такие весы. Очень они мне понравились. Показываю точный вес. Можно в унтах, можно в граммах. По-моему, там еще нет брута. А миллилитры, по-моему, можно. То есть очень-очень удобно. Да еще плюс часы, которые ходят. Все нормально, работают. Ну и оформление мне, в принципе, тоже понравилось. Вот такой клубнички для кухни, по-моему, очень шикарно смотрится. Купила я себе сама уже. Это вот спонжик очередной, коньяку. У меня до этого были зелененькие, с алоэ вера. А вот это я себе взяла с лавандой, сиреневой. Ну, должен успокаивать кожу. Вообще, мне очень нравятся такие губки. Классно работают, хорошо очищают, не сушат. Кожа после этих губок очень нежная, гладкая, отшелушенная какая-то даже. Ну, классные, классные губки. Но вот до этого были у меня, которые с алоэ, они почему-то были более мягкие и нежные. С лавандой, не знаю, погрубее немножечко. То ли это зависит от производителя, то ли от губки, не знаю. Но вот такой эффект я заметила от нее. Вроде не эффект, а с качества, что ли, губки. Еще хочу обратить внимание вот на такую масочку для лица. Фирма Овис Олео. Маска, эту маску я тоже сама покупала. Это протеины шелка, ультралифтинг для зрелой кожи. Моя кожа, конечно, не относится к зрелой коже. Но я взяла ее попробовать. Обратила внимание, почему. Потому что содержит гиалуроновую кислоту, эластан и витамины. Вот тут сказано С, Д, Е. Маска мне вообще очень понравилась. Я в таком восторге от нее. Почему вот хочу обратить на нее внимание ваше. Вообще, что эта маска делает? Она способствует восстановлению упругости, гладкости кожи, регулирует гидробаланс, эффективно препятствует обезвоживанию и шелушению, защищает кожу от старения, воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, обогащает минеральными веществами. Действительно восстанавливает кожу, делает ее более гладкой, упругой, препятствует обезвоживанию и шелушению. Вот я совсем с этим согласна. Но самое главное, на что я обратила внимание, оно просто шикарно подтягивает кожу, как-то очерчивает овал лица, кожа смотрится разглаженной, какой-то более помолодевшей, что ли. И даже проходя мимо зеркала, вот после применения этой масочки, я так останавливалась, еще раз на себя смотрела, думала, неужели это вот так у меня лицо в данный момент выглядит. Ну, просто очень понравилась. Цена бюджетная, стоит, я покупала ее всего за 25 рублей. Хватает вот этого пакетика на 4-5 раз. Я считаю, что довольно-таки экономный пакетик. Ее наносить на кожу нужно на 15-20 минут. Выглядит она как обыкновенный белый крем. При нанесении на кожу, кожу не щиплет, не раздражает, очень мягко, нежно наносится. Через какое-то время часть крема впитывается, ну, а часть остается, ее нужно просто смыть потом водичкой. Кожа, ну, нереально вообще классная, подтянутая, приятная. Очень мне понравилась. И вот если где-нибудь вы у себя в магазине встретите такую, ну, я бы советовала обратить внимание, потому что действительно стоящая масочка, вообще за маленькие деньги. Очень-очень классная вещица. Вот еще хотела показать, что я приготовила. Нашла рецепт в интернете и решила попробовать, что у меня получится. Вот такие творожные кексики с изюмом. Вообще по рецепту было, ну, их делали в виде пирожков, но я решила сделать формочки, поэтому у меня получились вот как грибочки. До конца, может быть, они в форме не заполнились, но вот видите, больше на грибочки похоже. Очень вкусно. Смотрится тоже, мне кажется, симпатично довольно-таки. Всем у меня дома понравились. Хотела показать зайчика, которого я заказала дочке на ярмарке мастеров. Весь этот зайка сделан вручную из материалов. Очень долго она у меня его хотела, постоянно смотрела, просила. Я, честно говоря, сначала не хотела его покупать, но потом решила сделать дочке сюрприз, подарок и купить вот этого зайку. Очень он нам всем понравился. У него на голове ободок такой с цветочками. Длинные ушки, мягкий он, приятный. Ручки шевелятся, двигаются, ножки у него тоже двигаются. Такие башмачки на ножках с завязочками зелеными. Очень хорошенький зайчик. Полный рост у него длина 23 сантиметра. Вот так вот он самостоятельно не стоит, но вот может сидеть. Нам очень понравился. Дочка его теперь с собой спать даже берет. Купила я вот такой чемоданчик для косметики. Довольно-таки большой, вместительный. Вот так вот он выглядит со всех сторон. Ручка удобная. Все на кнопках. Сделано довольно-таки качественно, добротно. Вот молнию можно застегивать либо с этой стороны, либо с этой. Внутри он выглядит вот таким образом. Просто один, ну как кармашек. И вот здесь сбоку резиночки, куда можно что-то вставлять. Какие-то там карандаши, кисточки или еще что-то. Здесь зеркало на этой стороне. Покупала я его, кстати говоря, у нас в городе. У нас есть такой магазинчик, где продаются различные китайские вещи. Какие-то не очень хорошего качества, какие-то среднего. Вот этот вот чемоданчик я купила именно там. И надо сказать, что качество очень даже неплохое. Нигде ничего не торчит, не отрывается. Швы все хорошо сделаны. Все качественно. Вот это внутри. На ощупь такая приятная плюшевая обивочка. И, как я уже сказала, очень большой и вместительный. Цена была совсем-совсем небольшая. Что-то порядка, по-моему, 450 рублей. Я считаю, что за такую большую косметичку очень даже это хорошо. У меня до этого была косметичка. Ну, и сейчас есть гораздо меньшего размера. У меня косметика там не умещается. А ставить много каких-то других баночек, скляночек или стаканчиков у меня просто нет для этого места. Поэтому я взяла себе такую большую косметичку, чтобы все сюда можно было сложить. Во всяком случае, то, что я использую постоянно. Потому что я крашусь, бывает, то в одном месте, то в другом. Собственно говоря, вот такая косметичка. Еще хотела показать Павлопосадский платок, который мне подарили. До этого у меня не было Павлопосадских платков, но очень хотелось иметь. Вот теперь у меня он есть. Небольшой, правда, размер. 80 на 80, по-моему, он. Вот такая красивая расцветка. Яркая, веселая. Мне понравилась и отлично подошла. Края оверложенные. Поближе покажу расцветку. По-моему, очень красивая. Вот здесь этикетка, которую я еще не снимала. Характерный для платков как раз Павлопосадских. Написано. Вот платочная мануфактура. Платок. Шерстяной, набивной. Шерсть 80%, вискоза 20%. На работе у меня одна девушка делает вот такие всякие классные вещицы. Вот это она сделала на 8 марта, мне подарила. И не только мне, она очень многим сделала вот такие букетики всякие разнообразные. У меня тюльпанчики. У кого-то были розы, у кого-то крокусы. Очень здорово смотрится. Вот видите, тут божья коровка. А внутри конфетки. Ну, конечно, есть эти конфетки, совершенно не хочется, чтобы не разрушить вот всю эту красоту. Конечно, мастерица вообще еще та, просто преклоняюсь перед ее талантом. Она шикарнейшие делает деревья, тоже вот из разных тканей. Всякие разнообразные, прекрасно смотрятся. И вот на 8 марта она практически всем сотрудникам сделала, ну, девушкам, естественно, сделала вот всякие букетики. Мне кажется, красота просто вообще неописуемая. Ну, на этом я свое видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!